Напоминаю, этот канал не коммерческий и нуждается в вашей поддержке, денежно-информационной и технической. Так как канал теперь под постоянными санкциями разной степени тяжести, подпишитесь на резервные ресурсы. Все данные в инфобоксе под любым видео. Спасибо всем откликнувшимся. Как нужно воровать? Абрамов Миша на Proza.ru На Красную площадь, под сухой треск барабанной дроби, выходят белые батальоны имперских штурмовиков. Левитановский бас витал над слушателями и властвовал умами. Впереди колонны полковник Дарт Вейдер. Он держит на вытянутых руках свой знаменитый лазерный меч. Каждый из штурмовиков несет боевой штандарт. Древки знамен опущены к земле, а веянный победами бархат касается брусчатки. Колона знаменосцев проходит мавзолей, останавливается, делает поворот направо и, поурядно, сохраняя порядок и мрачную решимость, швыряет полотнище на землю перед кремлевскими стенами. Срывая и бросая на брусчатку перчатки, штурмовики возвращаются в строй. Молчание. Гром барабанов стихает. Теперь это не боевые штурмовые коробки, а уныло бредущие к Кузнецкому мосту скопище военнопленных. Дарт Вейдер поворачивается к мавзолею, салютует по-пионерски дорогому Леониду Ильичу и вонзает себе в пах жужжащие лезвия. Вы слушали экстренную сводку Совинформбюро. Кого, кого ты послал, собака-беж? Помятый алюминиевый матюгальник на столбе перед сельсоветом хрюкнул, свистнул и оттуда замурлыкало про лето Пугачева. Недели ранее. Будучи изрядно навеселе, по случаю скорой проверки из района, председатель софоза слепых путем Троцкого Афонькин предложил начальнику МТС Кузьмичу и главврачу села Ивану Абрамовичу Гешефт путем организации звездных войн с помощью искусственно распространяемых слухов и звуков. Так как заговорщики были замазаны по макушку различного рода хищениями, то столь невинное развлечение планировали погасить перед законом искренними признаниями и раскаяниями. Это и если не выгорит. Для внимательных читателей от себя я знаю, как произносится «макушка», но вот в этом случае по макушку было интереснее. Извините. На завтра над путем Троцкого, пофыркивая дюзами, завис старт-дестройер, императорский, сосветый из десятка линейных кораблей ниже рангом, объявил ультиматум колхозу и начал усердно атаковать Оной. Насильно втеснутый в заговор киномеханик Матрешкин, четвертый и крайне зрячий в селе с помощью сети репродукторов, раскиданных по селу, создавал зримую картину боев в регионе и крутился, как еж на сковородке, стараясь звуковизуализировать скрип сминаемого гравитацией корпуса дестройера и виск, проносящихся над головами тифайтеров. Матрешкин был скорее звукомеханик, чем киномеханик, но от бога, ибо восторженные сельчане с неподдельным интересом вот уже пятый год ежевечерни сбивались тайками у местного клуба, послушаясь о слову Матрешкина, что там на экране творят очередные шпионы-маньяки загнивающего запада и каким стилем танцуют дружественные народы Востока. Главврач, еще тот хулиган в детстве и подрыватель всего, что горит, имея в наличии массу медицинской химии, ежедневно окутывал бедное село ароматами сбитых в овраг и тлеющих там крейсеров. Вонь портянок-пехотинцев Дарт Вейдера ему особенно удавалась. Ежедневно матюгальник на столбе у сельсовета голосом Левитана от совхозного информбюро сообщал сводки с фронтов и об успехах кооперации руководства колхоза. Да, Матрешкин был в ударе. В прямом смысле. Он столь искусно измывался над аппаратурой и выжимал квадры и прочие эффекты, что сам порой верил и пугался до мокрых штанов. Через неделю счет сбитых крейсеров подошел к десятку, а Дарт Вейдер с легионом верных ему темных сил парадным строем под развернутыми знаменами отправился в Москву. Торжественным шагом промаршировал по Красной площади, побросав под мавзолей свои штандарты, капитулировал дорогому Леониду Ильичу и канул с Кузнецкого моста в Москвореку, предварительно устроив сипуку командующего передачами самого. Именно тогда у сельчан появились нехорошие подозрения. Как-то неправильно идет эта звездная война. В одни ворота что ли? И народ стал требовать жертв. В прямом смысле слова. Посовещавшись, заговорщики устроили темную предводитель восставших, щитоводу Бутылкину, повредив в попыхах и сумерках ему бровь кирзачом, печень самогоном и рассудок пытками, создав у того образы пыточной камеры в недрах звезды смерти, побегая и его чудом выпавшему в вечную лужу перед медпунктом. Режиссировал действия бригады захвата лично председатель. Он же, используя подручные инструменты, имитировал голосом учителей, выбалтывая военные тайны империи, что-то бабка перед сельмагом. Бутылкин, проспавшись, расчетно амнизировал и большую часть речи перед нас сельчанами был соврамши. А так как с похмелья фантазии у него было в запасе, врал сельчанам он творчески, свершив при побеге диверсию в чреве уничтожителя и завалив наглухо главного генштабиста оккупантов ударом карманного железного Феликса. Пошатнувшееся было доверие паствы, обрело устойчивость и, нащупав костылями путь, бросилось догонять верующих во прибытие. Требовалось ввести в сводке статистику, совпадающую с реальностью, ну, в смысле списать неправедно украденное. А именно, прошлогодний падеж скота и планируемый неурожай силоса. Солярка для единственного комбайна, использованная главврачом в боевых амортизаторах, подходила к дну единственной и требовалось ее где-то брать. Предложение уронить дестройер на Сельмаг, а продукты обменять на топливо, было зарублено сходу. Голодных и алкогольных бунтов односельчан опасаться не стоило. Сельмаг торговал в основном солью, спичками и перцем горошек, но тогда потеряется мощнейший теневой канал дезинформации населения. Именно там у Сельмага народ толпился, обменивался сплетнями о услышанном и генерировали свои версии, отличные от официальных сводок. Потеря возможности управления местной оппозицией смерти подобна, что радовало компетентным органам райцентра и выше было плевать на боевые действия над путем. Дороги раскисли до консистенции черной дыры, а единственная линия связи с внешним миром упала с километром прогнивших столбов. Так что привлечение внимания соучастников из соседних совхозов и, как следствие, возможной утечки минимизировались. Короче, полная идеальная изоляция, все предпосылки для агрессии империи. Порешав все вопросы, заговорщики разбрелись по хатам и устроили хоровое храпение, спокойный сон, чистая совесть. Утром Афонькин ГГ, выйдя по малой нужде во двор, услышав над головой знакомое жужжание главного торсионного ускорителя. Странно, вроде рядом с домом нет матюгальников, подумалось председателю, и он, запрокинув голову, уперся взглядом в огромное брюхо дестройера, болтавшегося над путем в метрах пятиста выше. В этот момент Афонькин ГГ понял, что кроме совхоза слепых и варья, живущих на его теле, в этом мире существует кое-что также любящие деньги. И толку от того, что он председатель, в отличие от насельчан, видит. И то ли он видит, что на самом деле, похоже, где-то недолеко шалит другой матрешкин, и кто-то хочет списать украденное ранее, только в неизмеримо больших масштабах. Как нужно воровать? Абрамов Миша